Ребята, такой вопрос. Как давно вы были в отпуске All-Inclusive? Если честно, сейчас это единственное, о чем я мечтаю. Причем я знаю, что у многих All-Inclusive ассоциируется с Турцией и Египтом. Знаете, вот эти вот роскошные шведские столы, крутые аттракционы для детей, коктейли под зонтиками у бассейна и бесконечный чил. Я обожаю такой формат, и классно, что сейчас не нужно лететь за границу, чтобы так отдохнуть. Как я это делаю? Пользуюсь сервисом отела от 2GIS, благодаря которому крутой All-Inclusive можно устроить и на российских курортах. Только представьте, никаких обменов валют, долгих перелетов, родная речь, понятный менталитет, максимально комфортный вариант. Кстати, если не слышали про сам сервис, то имейте в виду, что там можно действительно супер выгодно бронировать отели для путешествий по России, а вариантов размещения масса. К лету ребята как раз подготовили подборку отелей с системой «Все включено». И выбрать там точно есть из чего. Отели найдутся и для парочек, и для семей с детьми, и для фрилансеров, которые устали от работы. Мне приглянулась пара отелей в Сочи, думаю, поехать всей семьей этим летом. Море, солнце, он инклюзив! И при этом никаких заморочек с документами, валютой, страховками и так далее. Просто что-то на идеальном. Ну и самое главное, до 13 июня забронировать отели на Отелло можно с максимальной выгодой. В сервисе скидки до 20% на отели из их подборки. Плюс дополнительная скидка будет по моему промокоду PUSHMUT20 действовать на первое бронирование. А после брони и оплаты вам придет еще и кэшбэк до 12% бонусами на карту. Путешествуйте по России выгодно и роскошно вместе с Отелло. Подробности по ссылке в описании. Привет, ребята! Новый день! Мы с Аней шикарно спали. Ай, давай, скажи, как мы там шикарно спали. Тюшки, дяденька! Анютка не здесь спала, она сама спала, конечно же. Она всю ночь спала. Не просыпались! Не просыпались! Ай, какой улыбый я! Сейчас я пойду Анюту умывать. Я сама умылась. Да. А чего это у меня никакой аккумулятор не зарядился? Что же ерунда? Вот. Пойду умывать Анютеньку. Сама умылась. Ну да. Мы будем кушать. Я закажу себе кофеек. И выставлю рилс. Мне Настя уже прислала рилс. Прострижку! Какая она молодец! Я вчера голос записала, она уже сделала все. Обожаю ее. Ай, Анюта пытается разобраться, как ей залезть на горку. Ай, котик, котика, новая игрушка. Ай, осторожно. Котик, лапы. Так, давай, выпоздаем целево. Иди ко мне. Выходи, мама поменяет листами. Выходишь? Котик, лапы. Ой. Кажется, тут должно быть удобно. Смотри, вот сюда руки, ноги туда. Хоп, и поехал. Иди сюда учиться. Иди сюда. Нет, вот здесь. Ань, куда ползаешь? Сейчас по голове ползаешь. Ань, плакать будешь? Иди сюда. Вот тут. Тут иди. Там ты еще не научилась пролезать. Нет. Ну что, поняла смысл? Включи коте Ципа. Включаю коте. Песня Ципа. Ань. 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 АНГ. Сейчас у нас будет обед у Ани. У меня будет только завтрак, потому что у меня только руки дошли до того, чтобы позавтракать. Ну, я сильно прям до этого не хотела, еще заказала себе один кофе. Сейчас пол второго. Я написала Карине, говорю, привет, как дела, что дел? Спросила у нее, если у нее нет дел, есть желание, пошли с детьми гулять в парк. Вот. Потому что я все равно собираюсь гулять с Анютой и планировала взять Виву. Но, короче, мы с Кариной решили все-таки встретиться и поехать гулять. Но не в наш парк на районе, а в парк Горького. Вот. И через полчаса где-то Карина приедет с Монтиком. И на моей машине мы все поедем в парк. Так, Ань, наверное, еще горячая. Дай маму пока хоть одно яйцо съест. Вот, я уже накрасилась, как вы можете заметить. У меня все там заряжается. Камеры, шмямеры. Мне нужно будет собрать Анютку как следует. А еще я подумала о том, что вряд ли, наверное, две коляски поместятся в машину. Две наши большие. Но одна наша маленькая точно поместится. Желтая она уже там. Я вот не знаю. Ой, желтая, я сказала. Белая. Я это желтая. Короче. Вот не знаю. Вообще, в идеале-то, конечно, мне взять большую колясочку. В ней-то Ане будет покомфортнее. Мне будет покомфортнее смотреть, как она спит в коляске, пока мы гуляем. Но боюсь не поместится. В общем, я, наверное, выйду с большой. Вот. И посмотрю, ну, когда Карина приедет. Если помещаются две большие, то класс. По сути, мне надо только одеться. Анюту одеть. Подумать, Анютке какую-то еду взять. Я думаю, что я... Сейчас, во-первых, она поест. И это будет супер-купер. Эй! Кто обратно уплевывает? Погрею с собой огуршину, дам ее прям попозже. Ну, еще с собой всякую возьму. Вот. Ня. Я думаю, там есть детское меню. Может, какая-нибудь пюре-муре. Все равно мы Ане уже что-то даем со стола. Поэтому, может, даже что-нибудь оттуда дам. Не знаю, посмотрим. Короче, я чувствую вину перед Вивой, потому что... Я-то думала, что мы с Аней и с Вивой просто погуляем у нас рядом с домом. Но для того, что мы планируем куда-то поехать... Я как бы могу теоретически взять Виву, но... Мне кажется, будет, ну, довольно-таки нелегко. Все-таки это не просто спуститься с собачкой во дворе погулять. Это ехать куда-то. Там выходить, переходить. Если что, вечером еще погулять пойти, чтобы Аня на вечерний сон пошла. Хотя, может, мы долго будем в парке гулять, и никаких уже следующих гулянок не доходит. Видите, какая Вива защипится? Хоть там штыгавкать. Если Тарина сзади будет сидеть с монтиком, у них наверняка тоже какая-то сумка будет. Багажник у нас будет забит колясками. То есть у нас спереди кресло, сзади кресло. Ой, блин, не знаю. Типа в ноги класть. Ну, короче, как будто это все кажется таким, знаете... Ну, я представляю, какой кайф я его могла бы получить в большом парке Горького. Но у меня нет поводка. Да ну нахер, пусть дома сидит. Все равно одно дело у нас на районах гулять, а другое дело в большом, огромном парке, где куча людей наверняка тоже с собаками, не знаю. Ну, планы меняются, бывает, что поделать. У меня тоже бывает. Я думаю, сегодня будет такой день, как я хочу. Получается по-другому. Если бы мы поехали, и то не факт. Ладно, побежала я собираться, потому что время уже 46. То есть, по сути, через 14 минут они могут приехать уже. И это... Не хочется, чтобы вы долго нас ждали. Уже хочется поехать, тем более, что Ане уже надо спать. Ребята, хочу поделиться с вами тем, что у меня эксклюзивно на моем YouTube-канале вышла новая реакция со Славой на... Шоу немножко разведены. Это вообще... Кто хочет выпусков с картинкой, с изюминкой, то это прям для вас. Обязательно перейдите по ссылке, посмотрите. Я вам сейчас еще нарезку поставлю. Короче, там столько было шок-моментов. Мы со Славой там обсуждали всякие такие темы, знаете, за которые нас потом в комментариях осуждали. Так что обязательно зайдите, посмотрите эту реакцию, чтобы вообще потом написать в комментариях. За что нас осуждали? Правильно ли вообще нас осуждали? Я ссылочку оставила в описании, обязательно зайдите, посмотрите. И напоминаю, что на YouTube у меня эксклюзивно выходят влоги и реакции. Так что ждите новенькие, будем снимать для вас вообще классные видосы. Ты смотришь телочек иногда? Танцовщицы в ночных клубах. Хлеб, сосиска, кетчуп. Хлеб, сосиска, кетчуп. Ничего себе, какое декольте. По нему сразу видно, что петух какой-то. С одной стороны, он такой... Телка какая-нибудь, вот просто... Тех, кто их хватает, из-за того, что даже слюна тихо... Ты пудоты! Ты доставляешь мне боль. Нормальный нужен мужик любой женщине, девчонке. А вообще, сегодня ты любишь, завтра не любишь, а то это уровка... Пошел. Че это такое? А че это такое? О, вонючий, безответственный, лошара. Ты дурак? Она просто хочет быть счастливой. Надеюсь, мы не вынесли в разлад вашу семье. Ой, инвеймите. Ребят, мы встретились с Кариной. Анютка здесь, Монтик сзади в своем кресле. Карину привез ее брат Карен. Мы ему отдали кресло, которое у меня сзади стояло. И еще у меня в багажнике, мы так и не отвезли, я вообще забыла, от елки юбка такая большая. Вот, и у нас сейчас в багажнике три коляски, так что... Ой, три коляски, так что... Ну, там еще маленькая наша. Но она просто всегда у нас там лежит, потому что я когда, если с Аней куда-то вдруг, хоть это и редко, но собираюсь поехать, или мы там на мероприятие куда-то даже едем, нам, конечно, удобнее взять маленькую, чтобы это... Короче, ты очень запасливая. Так, ментос не ешь. Рановат тебя нет. Да, то уже все. Блин, я посмотрела вчера твой блог, как она на лестницу забралась. И я офигела. Это шок, я сама офигела. Я сама куела. Все, завтра пойдет? Ну, не знаю, не знаю. Но все-таки, я знаешь, сейчас думаю о том, вот у нас же есть Анита, она и к вам тоже ходит. Она сейчас, правда, в отпуске три недели, и я прям уже хочу, чтобы скорее она вернулась. Но сейчас она вернется, а мы уедем. Вот я просто вижу результат работы ее с Аней, то, что вот Аня такие штучки даже делать умеет. И я тут подумала о том, что я бы хотела найти какого-то педагога для Ани. Конечно, она еще маленькая, может, это странно звучит, но кто будет приходить с ней заниматься, там, изучать цвета, изучать какие-то штучки. То есть вот такие именно не спортивные занятия, а для мозга. Понятно, что я как мама тоже могу и по-хорошему должна это делать. И, конечно, я это планирую тоже делать, но все равно. Вот я же не могу так же профессионально, как Анита, наш массажер-тренер, позаниматься с Аней. Точно так же есть люди специально наученные, которые смогут хорошо до ребенка что-то доносить, правильные игры играть, их правильно знают, все. Поэтому я бы вот хотела такого человечка нам тоже найти. Вот. И я думаю, что лишним точно не будет хотя бы там один-два раза в недельку, чтобы приходили позаниматься. Да, ну это же как топ-занятие, не то, что ты взвагриваешь. Нет, конечно, нет. Это даже вот мне часто рилсы попадаются, как всякие специалисты говорят, как не надо там обучать корову. И как надо. И типа мы всегда делаем по наитию, а они знают, как правильно сделать. Немножко могу сказать, что мне как будто бы не то, что лень сейчас кому-то... Ну да, наверное, Леня, то если ты найдешь кого-то, я у тебя контакт попрошу. Ну да, может кто-то в комментариях напишет даже странички, знаете, можно запрещенки. Ну мне кажется, что еще рановато. Тебе так кажется. Может года хотя бы. Ну а что ей до года осталось? Я считаю, уже 11 вот-вот. Ну да, с областью вернете себе. Ну да, понятно, что пока найдем, пока там пробные занятия. Это же все равно не каждый день. Просто как-то няня может заниматься. Знаешь, няню не обязательно даже брать, чтобы вот прям полностью натип. Да я знаю, да. Можно брать такую няню, которая типа знает, как работают все эти когнитивные штучки. Ну было бы, конечно, клево мне найти, знаешь, такую няню, которая приходит хотя бы там 3-4 раза в неделю. Да, на пару часов. На пару, даже знаешь как, она приходит, например, как бы посидеть с ребенком, чтобы я дома поработала. Но пока она сидит с ребенком, она не просто там, не знаю, а вот именно занимается. И в какое-то еще дополнительное время, например, она может что-то по дому прибрать. Вот я видела, по-моему, Саша по-снова рассказал, что у них как раз такая няня, которая еще по дому помогает. То есть она не просто за детьми следит, что-то помогает, там гуляет. Ну прикольно, конечно. Да, один такой человек, который делает все, это вообще шикарно. Ну на самом деле все возможно, но это очень сложно искать. У нас горячую воду отключили, а у нас... Да, блин. Не, у нас, наверное, почта должна посмотреть, кстати, в этом году обязательно, когда у нас отключают горячую воду. У нас есть бойлер. Да, у нас нету. Ну будет, да? В новой, конечно. Но, знаешь, мы бы сейчас в нашу, вот где мы живем, квартиру не поставили. Мы это узнавали в том году. Это нужно на стадии ремонта закладывать. Поэтому, к сожалению, никак. Надо посмотреть обязательно, потому что в том году это был жесть. У нас еще был маленький младенец, считай, она только родилась. Жестко. Да. Да, они еще постоянно в туалет ходят и постоянно их надо подмогать. Да, да. Жесть. Мы вообще офигели. Ну ничего, справились. Постоянно у нас была нагретая водичка в кастрюлях в кухне. Ко всему приспосабливаешься, но какой же кайф, когда это не надо. Да. Очень странно, что ради девяти дней в году ты устанавливаешь себе эти бойлеры. Интересно, сколько еще они стоят. И сколько места они всегда будут. Мне кажется, не так уж прям дорого стоят. Ну, наверное. А есть маленькие же вообще хорошие такие. Ну, конечно. Это что, он хочет, чтобы я на трактанку поехал? Еду, еду, еду. Ну, всегда страх, когда это регулировщик что-то показывает. Я не знаю, что он имеет в виду. Да, это очень успешно успелось забыться после изучения правил дорожного движения. А тут вообще, видишь, светофоры не работают. Я как должна угадать? У кого глав... Не, у меня не главное. Все, хоть это я знаю. Так, пока там переходят люди, я должна проехать. Так, тут нет пешехода, быстро с моей дороги. Ты многозадачная. Да. Стараюсь. Да, многозадачная так и прет от меня. Так что все, мы едем в парк Горького. Не знаю, говорила, да, наверное, говорила. Я думаю, что мы классно там проведем время, потусим. Вот, особенно сейчас еще Анютка уснет. И вообще будет просто пушка. Ребеночек будет отдыхать, мама будет болтать, пить кофеек. Все, снимать влог. Так, мы едем по пробкам. Анюта уже уснула, не выдержала. Монтик только что проснулся. На улице пишет вообще 26 градусов. Жесть просто. Такие мы классные мамашки. делаем хорошие мамские дела. Прям выбрались в парк. Я вообще очень рада. Я прям мечтала выбраться куда-нибудь погулять с Анюткой в место, где мне тоже будет интересно. Да. Потому что гулять по нашему парку на районе мне вообще не нравится, если честно. Там вот только воздух, то, что хороший. А так, ну как бы, ну ладно, я кукурузу могу там съесть. Все. Для меня развлечений больше там нет. А здесь хоть что-то поглазеть. Вон какие-то картины. Мы в итоге припарковались там, где музеон. А напротив парк Горького. Может быть, мы туда тоже дойдем. Короче, вообще прикольный. Придумали денек. Смотрите, какие классные тут фонтанчики. Карине, говорю, сейчас бы еще какой-нибудь напиточек типа из Старбакс с клубникой. И вообще, я прям в Дубае. Анюта кайфует. Я вот думаю, зря, конечно, на нее кофту прям одела. Но в теньке очень хорошо, комфортно. Ветеров приятно дует. Сейчас мы будем идти в ту сторону, потому что таким образом хотя бы тенек создается. А то вообще солнце прям жесть светит. Добраться до парка Горького нам оказалось не так легко. Потому что внизу какого-то хрена, вы меня извините, летом закрыли проход из музеона в парк Горького. Мы бы там легко, быстро прошли. И нам пришлось вот так вот переходить. Ну ничего. Как бы перешли. Так что все, гуляем. Так, теперь нам тут надо подняться. А, ну там по бокам, смотри, вот там. Где тут подняться-то нам? По бокам, да. Точно? Я что-то не вижу. Ну ладно, по очереди еще коляски поподнимаем. Ну как не сделать подъем? Вы меня, конечно, извините, но я что-то это... Пошли. А, ну наверное должен быть. Ну как может не быть? 100% да, вон там. Аня, кстати, спит. Все окей. Будь монтик. Все. Класс. Какая красота. Девочки! Я здесь не была 100 лет просто. Надо обязательно сюда еще подойти будет, потом когда Анюта проснется. Потому что я так хочу, чтобы она тоже увидела. Ну жарко пипец. Я вообще в джинсах. Я как-то не думала, что будет настолько жарко. Анют тоже тепло одела, но просто я по привычке гуляния там у нас где-то рядом с домом в парках. У нас там бывает реально ветер, прохладно. Сегодня прям лютая жара. Я прям даже не знаю, что мне сделать с Аней, чтобы ей было лучше. Она и так у меня без обуви. Ну надо к Тиньку идти просто. Карина там с Монтиком бегает. Я сейчас чуть-чуть отойду в Тинек, то буду следить за их коляской все равно. Короче, гуляем, болтаем. Хотим взять что-нибудь попить прохладительного. Я просто не могу поверить, что уже прям лето. Поэтому я так еще одеваюсь тепло. Монтик там с кем-то знакомится. Настоящий мужик, ничего не скажешь. Вот такая атмосфера в парке Горького. Как здесь здорово. Людей, конечно, просто огромное количество. Проснулась Анютик. Дали деткам печенюшки. И гуляем в тенечке. Анюта очень рада Монтику. Это ее друг. Так, мы куда-то забрели вообще. Я думаю, Анюта вообще не понимает, как ее сюда занесло. На самом деле, мы просто хотим взять в каких-то классах напитков. Здесь жесть. Странный запах санитайзером. Ты знаешь, я не против обычной водички побили. Жизнь плохого. Это популярная чайная. Тут вкусные всякие чайные сети. Капец. Давай что-то другое. Давай. Тут очень сильно воняет антисептиком для рук. Мне прям плохо. Ты че? Да я не хочу соску. О, прикольно. В тачке сидят, кушают. Сколько здесь запахов. Вы представляете, тут все готовят. Здесь все, по-моему, в очередь. Нам что, по 18, чтобы стоять? У нас есть идея. Главное, у детей есть напитки. Есть вариант взять пледик, расстелить. И потусить на дровке. Скажем, здесь или в другом местечке. Здесь классно. Да, здесь довольно-таки просторно. И если что, допустим, даже, может, как-то найти место, где все-таки этот... Да, мне кажется, не вариант. В очередь вот такой стоять. Нет, точно не в Пимс. Потому что мы все обошли вот эти вот... Ну, Пимс, да, прикольно. Я помню, если вы там чаи цепили. Но там очередь, типа, человек 40. Я вообще... Очень большая. Я вообще в шоке. Как они так разрослись. Я смотрела подкаст с основателем. Как они все это начинали. В него никто не верил. Говорил, ты что, будешь продавать реально один чай без кофе? Ты не будешь делать кофе. И в итоге, смотрите, очередь какая! Да, прикольно. Ну, пошли потусим на травке. В коне есть вода, сок, огуша, что хочешь. Я даже ложки взяла две. И эти баночки фруктовые. Так что даже монтиком можем угостить. Я вообще... Холодильник. Бля, муха целая взяла. Такая я мать. Че? Да, не знаю. А, где он? Давай. Давай. Немного солнца. Давай, да, где-то солнце. Давай, да, где-то солнце. Было и холодно, и горячо. Давай. Парковка. Ань, ты готова? Нет. Нет. Веселиться. Только надо башмаки одеть. Понимаешь? Смотрите, какой мы делали привал. Вечно он их не кушает. Я их покупаю, покупаю. Он их не кушает. Привет. Круто. Смотри, как у нее уже волосы растут вот здесь. Да, у нее там сзади вообще. Короче, накидали игрушек, пледиков. А так вот мило сидят наши малыши. Вот печенье, Даша, возьмет, а пюрешку не хочет. Почему? Так, что я с собой взяла? Сок такой, ягуша, две банки, две ложки. Ну, я на всякий случай, потому что так, хоть не так страшно выходить. Будешь, что заходить? А, вот это открыт. Я подпись, я подпись, день провела. Ой, зимбики. У нее уже двумие четыре. Внизу тоже. Смотри, она еще чудесный. Ты еще ту не доела, а, Ань? Что, ты хочешь соскнуть? Что ты хочешь? Ань, куда поддешь? Давай, у тебя твоя такая есть. Отдай Монтику. Сейчас, может, он так хочет. Давай, если ты забрали его. Ты прям хочешь? Тань, Тань. Леди. She's a lady. Как я удивлена, что он сидит, она обычно бежит. Ты ему, наверное, гликольна? Нет, не знаю. Мы очень счастливы. Давай, игрушки посмотри. Я имела, Анечка. Аня, дай пивочку. Давай, закрывай пивочку. Нет. Ой, у меня Аня такие в рот засовывают пол. Все. Я немножко боюсь такие игры снять. О, ты что отбираешь? Что, делись? Делись на. Хочешь такую? У меня очень много машинок. Они, главное, печенье все в руке, держишь? Чтобы не дай богу. Не в те руки. Как вам надо. Шикарно. Все. Добрый день. А вы поете? Нет. Нет, у меня ужасный голос. Нам не до пения, у нас дети, спасибо. Мы в конкурсах не участвуем. Здравствуйте. Спасибо. Прикольно отказывать, когда у тебя ездить? Ну, сейчас мы подошли, что-то положили, и не надо что-то выдумывать, и человек сразу, ну, все понимает. Ну, что-то реально предлагает. Так совсем. Тебя кто-то позвал куда-то, когда ты не хочешь? Не могу. У ребенка зубы, блин, сори. Ну, на самом деле, часто это и получается правда. Мне все равно, с ребенком бывает что-то сложнее сделать. Ну, да, конечно. Я была мамой, и я говорила, мама не освещает. Если что-то не хотела. Когда я стала взрослее, я говорила, муж не разрешает. Это тоже было моей такой мужчику как-то... Да. Ань, тут же... Ой! Ань! Это что за игры? Заболтайся. Да, мой сегетят. Давай. Я-ка-ка-ка. Аня. Надо дружить, играть. А сейчас ребенок не разрешает. Мы продолжаем гулять. Перевернули малышей. А, ну, Монтик так всегда так, по сути, ездит, что он взрослый, ему хочется смотреть побольше на мир. А Анютка, он обычно на меня смотрит в этой коляске. Короче, гуляем, идем к каким-то качелям. Карина говорит, да, я тут какое-то место. Сейчас пойдем посмотрим. Мы, конечно, такие немножко наивные. Идем, думаем, сейчас мы придем туда с нашими детьми. Качели свободные, мы будем качаться. Но я думаю, придем и увидим, что там вообще. Качелец. Да. Так что посмотрим. Но все равно мы классно гуляем. Кайфуем, болтаем. Тут-то хорошо, что людей немного. Но тут скучно. Короче, тут огромное количество качелей. Тут вообще... Как же круто! Как же круто! У-ю-ху! Как будто я уже качаюсь на этих качелях. Такое у меня настроение активное. Ух ты, как много их, реально. Ань, ну это для меня. Ты будешь сидеть смотреть, а мама будет качаться. Сейчас мама тебя тут припаркует, и все. У меня настроение бомба-бомба. У меня есть лимонад. Хорошее настроение. Рыбенок. Сейчас только, даже не знаю, найдем ли мы тут свободную одну качель. Посмотрите. Ань, ты это видишь? Да, малыш. Видишь, как много тут качелей? И все заняты. Че, кукутик? Это мамина забыла, что ли? Ну че, пошли хоть на канат на какой-нибудь залезем. Ань, давай вот на этих с тобой вдвоем. Ты на одной стороне, я на другой. Короче, классно. Прикольно. Смотри, как тут все качаются. Качели бомба. Такие высокие. Прям можно классно покачаться. Как маме жарко. Зато как мама счастлива, а как Анютка счастлива. Куку, сиди. Юля волновалась, что качель не найдется свободной. Вот как урвала. А, ты знаешь, я сюда подошла, уже припарковалась, собираюсь ребенка доставить. Подходит девочка к этим качелям. А я ей такая, ой, девочка, ты сюда? А мы сюда раньше пришли. Такая мамашка. Ну понятно. А где еще я? Она причем взрослая, ей лет 12 лет. Она, мне кажется, не для этой качельки немножко. Ну ладно, ничего. Качелей много можно найти. Монечку не нужны качели. Ему нужны камни. Я ее специально от солнышка отвернула. Куку, куку, куку. Как классно. Даже не верит. Она такая маленькая, уже на качелье качается. Поехали. Кукутики. Кукутик. Ой, хорошо подышу. Аня, ку-ку. Как ты что так раскачалась, Ань? Я сначала так медленно ее качала, волновалась. Кукутик. Анют, тебе нравится? Анюта смотрит фонтаны. Какой сегодня чудесный день. Шикарный. Ребят, я отвезла Карину с Монтиком к ним домой. Я могу сказать, что вообще все прошло идеально. Ну под конец, детки наши, когда мы уже ехали обратно с парка. Мы, кстати, нигде не посидели в ресторане, потому что там были огромные очереди. И мы поняли, что нам стоять долго в очереди, потом долго будут готовить. И мы поняли, что никто этого не вынесет, не выдержит. И, короче, приняли решение валить. Я сама жутко голодная. Анюта уснула в машине, когда мы отвезли Монтика. Я думала заехать во вкусный точек, но я поняла, что если я буду делать заказ в трубку, короче, возможно, Аня проснется. Я испугалась. Поэтому я решила приехать уже к дому. Пока Аня спала в кресле, я спокойно достала коляску. Все из машины спокойно достала. Вообще без тростников. Все установила, уложила. Вот, достала Анюту. Она глазки открыла, в коляску ее положила. Так, от детей подальше. Они орут. Мы гуляем. Потому что Анютка дальше спит, досыпает. Короче, я решила, что пойду недалеко от дома в кафешку, закажу салатик Цезарь с курицей. Конечно, мне, чтобы насытиться, этого совсем не хватит. Но чтобы утолить чувство голода, которое у меня присутствует, просто нереально. Этого мне хватит. Перекушу. Как раз Анюта хорошо поспит. Еще сколько времени? Сейчас двадцать тринадцать. Через три минутки уже можно идти забирать салат. Закажу что-нибудь уже домой посытнее. Что особо готовить прям... У меня охота. Лень. Да и не думаю, что будет у меня на это прям много времени. Да и меня особо готовить нечего дома. Ничего нет. Это надо все равно что-то заказывать. Конечно, Карине... Мы с ней обсуждали, когда уже шли к машине, что гулять с ребенком легче мне. Потому что Аня сидит в коляске, ей игрушечку в руки дала, она спокойно сидит, держит эту игрушечку в руках и как бы смотрит на окружающий мир. Но если говорить о том, что кому проще дома, когда с ребенком, то мы с ней пришли к выводу, что Карине. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Потому что дома Монтик-то постарше, и он может играть сам с собой. У нас такого нет. У нас, если мы дома, то с Аней надо прям играться, развлекаться. Проще мне было гулять, конечно, что я спокойно Анюту качаю на качелях, ей нравится, ей весело. Монтик там с этими камнями сидит, играется, хочет их сожрать весь в этой каменной пыли. Блин, да просто реально. Но понятно, он старше, ему вот эти вот штуки неинтересны, ему уже хочется что-то другого. Поэтому, конечно, ей сложнее гулять с ребенком. Поэтому я понимаю, почему ей постоянно хочется, чтобы кто-то с ней рядом был. Потому что у нее мальчик, ребенок постарше, которому охота ходить, куда-то лезть, бежать. У него свои там интересы в голове, а ей надо и за ним следить. И чтобы коляска тоже где-то рядом была. Потому что, понятно, потом в какой-то момент он устанет, например, можно посадить в коляску. Плюс, если идешь на долгую прогулку, нужно брать большую сумку с едой, водой, трусиками там на смену и так далее. Трэш. Посмотрим, как это будет у нас. Но думаю, что тоже будет посложнее в плане прогулок. Ну, не знаю, посмотрим. Все-таки Аня с Монтиком разные. Я так просто... Ну, понятно, что они разные. Я просто анализирую в плане того, как они себя ведут в каких-то ситуациях. Понятно, что у них разный возраст. Но я просто... То, что вот Карина, по крайней мере, выставляет, как Монтик ест, он очень много разбрасывает еды. Аня тоже выбрасывает бывает, но не так. Может быть, она позже начнет выбрасывать еду из тарелки. Не знаю. Короче, все дети разные. Кто-то такой, кто-то сякой, кто-то в силу возраста, кто-то из-за того, что, может, девочка, кто-то из-за того, что мальчик. Ну, знаете, вот такие моменты. И в чем-то... Там вот мы с Кариной, бывает, болтаем. Я говорю, а у тебя вот так? Там, что, как у тебя Монтик, вот это делать? Или как он к этому относится? И у нас с ней, ну, что-то сходится, а что-то совсем, конечно, не сходится. Все. Надеюсь, салат уже готов. Короче, это все понятно. Одно я точно знаю, что любого ребенка можно увлечь печеньем. Монтик, конечно, шустрый капец. Прямо видно, что такой на месте. Точно не хочет сидеть. Ему надо бежать, бежать, бежать. Но Аня у нас тоже, кстати, шустренькая. Вот, активненькая такая девчонка. Так что посмотрим, как она будет дальше себя вести, когда уже начнет ходить, бегать. Такое все горяченькое. Я думаю, что так сок? Они, оказывается, соус решили отдельно положить. Зачем? А вдруг у меня его обычные нет? Ладно. Я такая голодная, что даже если мне не понравится с этим соусом, я вскрою съем. Ну, конечно, его так неудобно перемешивать. Аня, наверное, скоро уже проснется. Я пришла в тихое место. Там вообще не детская какая-то площадка для спортсменов, для тренировок. Всякие штуки, типа подтягиваться и так далее. Здорово, кукутики! Будешь такого? Бурмяу! Не будет? Кукутик будет плакать? Ладно, я не знаю, доем я, не доем, но я побежала домой. Тебя люблю. Так, ребят, сейчас 23.48. Аня уже довольно-таки долго спит. В принципе, она, можно сказать, ну, в 11.10, наверное, уже спала. За это время я что сделала? У меня стирались тряпки. Вонючие тряпки. Просто вонючие тряпки. И я загрузила сейчас детская стирать, потому что там уже накопилась корзина на целую 7-килограммовую стиральную машинку. Я, кстати, забыла поесть. То есть то, что я ела, это как раз был вот тот салат. Я, в принципе, его, ну, не знаю, на сколько процентов поела. Когда я проснулась, она нормально не плакала, все было окей. Но я уже особо ничего не доедала. Короче, я сходила сейчас в детскую, тире кабинет. Что-то я не могу найти свой... Ну, да, это не он. Свой другой штатив. Но мне и этого хватит. Просто другой повыше. Может, он вообще у Славы в машине, кстати. Или под коляской белой тоже, возможно. Короче, ладно, это не важно. Я хочу снимать холодильник. Потому что мне хочется избавиться от этих компейеров, которые стоят у меня на подоконнике. и разрушаться в холодильнике, потому что просто жопа. Реально жесть. Сейчас поставлю как-то и буду все это приводить в порядок. У меня, конечно, второй телефон по-хорошему. Короче, я думаю, что когда выйдет 16-й айфон, ну, типа, до 16-го айфона вроде недолго осталось, всего-то лето, ну, типа, 3 месяца, или когда там он выйдет. Ну, непонятно, правда, когда они у нас появятся. Вот, как будто бы мне нужен еще один телефон. Я думаю, что раз уж если покупать новый телефон, то, типа, самые последние модели. Вот, открыла новые дужки Анютки. Использовала один контейнер, который покупала для... Вообще, кстати, я его не для холодильника брала. Просто, типа, контейнер для хранения. Я, когда мы на даче разбирались, собирали монарки всякие, чтобы освободить дом, я заценила то, поблагодарила себя в прошлом за то, что я многое уже складывала в контейнеры, как-то распределяла. Не знаю, видели вы или нет. В каком-то влоге год назад или даже побольше я дома прямо все серьезно освобождала от вещей. Собрала, я не знаю, сколько больших, правда, мусорных пакетов, но пакетов. И это не на помойку, конечно же. Все ушло. Так что не волнуйтесь. Я никогда не продаю свои вещи. Мне не нравится продаваться. Даже не знаю, что я продаю. Ну, в смысле, из-за того, что у нас есть, например. Мы, по сути, никогда ничего не продаем. Чаще мы просто... Ну да, не то, что чаще, а мы обычно отдаем. Единственное, что-то для ребенка, типа, то ли кроватки какой-то у нас было. Мы единственное, что мы продали, были эти... Проватка детская от Кика. Первая приставная, которая у Ани была. Ее мы продали, потому что на тот момент у нас не было вообще, по-моему, не было никого в близких, знакомых, друзьях, так скажем, беременных, или вот-вот нас... Ну, как нас на снях. Вот-вот должны родить. Кому бы мы могли, например, предложить подарить? У Славы есть друзья, которым он предлагал. Говорит, давайте я вам отдам, давай я вам отдам, отдам. А они что-то, ну, долго как-то думали, но сомпутили. А мне нужно было освободить место, потому что, ну, как бы нам уже эта кроватка была мала. Ну, короче, это все такое поддисловие. Вот это мы продали. И помните, у Анюточки тоже в самом начале была такая люлечка, которую можно было по квартире с собой водить. Тоже от Кика. Чика, моя любимая. Что мы тоже продали. Прижала какая-то Слава и Мама. Ну, типа девушка с отцом. Это мы на Авида продавали. Ну, Слава, я не умею это делать. Слава, я не делала, обычно. Если вдруг что надо. А там, все, что у нас было когда-то, и мы от этого потом хотели как-то избавиться, мы всегда все отдаем, дарим. Мне нравится такое, если честно. Я вообще считаю, что из-за того, что в нашу жизнь очень многое приходит... Ну, хотя, опять же таки, неправильно я сужу. Все-таки даже то, что нам дарят бренды, я же там какую-то отметку делаю, что-то я сама по бартеру пишу, что-то просто дарят бренды там для Ани, даже для меня, не знаю. То есть, по сути, это как бы тоже не бесплатно. Все-таки я это отработала рекламой, но из-за того, что я не потратила на это деньги, мне как будто бы не хочется это потом продавать. Вот такое у меня, знаете, к этому отношению. Я вот думаю, если бы мне, например, Lexus подарил машину, и потом я бы захотела поменять машину, я бы ее продала, конечно. Вот. Но тут как бы такое, знаете, грубо говоря, я не хочу сказать, что, допустим, там 8 тысяч или 5 тысяч, это вообще не деньги, но, грубо говоря, выставить это на каком-то сайте, да, для того, чтобы продать. Ну, короче, нам проще такие вещи сюда либо, ну, реально подарить, потому что как бы это не такая большая цена, ну, для нас конкретно, чтобы, там, не знаю, к нам приходили чужие люди домой, думали, хочу я это забрать, не хочу, купить, не купить, ну, вот такая история. Нужно мне бутылочки, хочется попить водой. Жду, когда начнутся у меня эти дни, которые задерживаются, вообще в первый раз живу. Но я точно уверена, что я не беременна, поэтому я вообще на расслабоне. Интересно, я вот тут недавно взвешивалась и нифига не худая вообще. Ну, в смысле, даже, по-моему, не 57 было, 59. Ну, может, это был вечер, но, типа, знаете, я бывает думаю, что я вообще, наверное, худая. Ну, что для меня худая? В моём понимании, худая я, это 56-57 килограмм. А когда я вижу 59, например, я думаю, ну, типа, как будто не это, результата, не сказать, что прям много. Ну, я и не худею, ничего для этого не делаю. Так я ничего не поела, ничего в ней нет. Такая вот я бедняжка. Не знаю, как проведу завтрашний свой день. Что я буду делать? И что мне вообще надо делать? И что я могу делать? Слава завтра вечером, наверное, приедет. Хотя, я не знаю, вечером ему ещё реакцию монтировать. Но мне ещё надо будет собрать нам вещи в поездку в Дибеево. Буду всё снимать. Отель. Отель там не такой, как в Дубае или где-то, куда мы ездим. И там квартира. Короче, посмотрим. Я там ни разу не была, но мы туда едем не за роскошным отелем, конечно. Поэтому это вообще последнее. Но всё равно любопытно посмотреть, в каких условиях мы будем. Вот. Но мама говорила нормально там. Вообще, в Дибеево многие приезжают, я так рассуждаю, знаете, как будто бы это вообще не знаю что. Кроме плечо большое, да? И груди маленькие. Знаете, никогда меня не смущали мои грудья. Мне всегда казалось, что всё окей. Но после того, как ты откормил грудью, даже не то, что они, типа, меньше стали после того, как я откормила. Нет! И по форме они нормальные на самом деле. Хотя я на Рутюбе рассказывала, что, может быть, я бы даже себе операцию сделала после второго ребёнка, например. Так, короче, из-за того, что, когда ты кормишь у тебя реально здоровые сиськи, потом кажется, что вообще что-то не то. А может, просто Алюша их так все высосала. Короче, не знаю. Но больше меня бесит руки. У меня раньше такие худые руки были. Нет, я раньше была ужасно, куда-то мне не нравится. кто такой я была. Лучше пусть у меня будут слегка жирные руки, как мне кажется. И ужасно обветриваются губы постоянно. Я так бы полегалась. Ещё свою любимую помаду забыла в кармане, в штанах, постирала. Ну и, конечно, ей пришла жопа. Обсуждали с Кариной, как бесит мыть бутылки по вечерам. Это правда. Не люблю. Ну, что поделать? Я всегда вот, получается, я уложила Аню и потом ещё хожу по дому, всё собираю, намываю, на свои места кладу, чтобы проснулись, чтобы всё лежало красиво. Потом в течение дня всё опять туда-сюда, ля-ля-ля. Грязные бутылки, грязные сосульки. Это вот просто день сурка. Ну, блин, это рутина, это жизнь. Да, ничего подделать. Ничего не подделать. Теперь мы это всё забираем. Я не даю этому особо долго высыпать. Вот, Анютка сегодня ночью так же идеально спала, как и вчера. Потому что я, не знаю, если вдруг она ночью проснётся, типа в 5 утра, да, или даже в 7, тут будет очень светло на кухне. Я не смогу её оставить там, где мы спим, и прийти сюда сделать ей огушу. Потому что она может упасть. Потому что она захочет вдруг слезть с кровати, и, не дай бог, я с вами уже делилась, поэтому мне придётся тащить её сюда. Она увидит свет. И такая, о, чё надо? Доброе утро. Света. Ну, короче. Вот этого бы мне очень не хотелось. По поводу какой-то девушки, которая приходила бы занималась с Анютой, мне прям очень хочется. Прям очень хочется найти такого человечка. Ну, вот как к нам приходит Анита, я рассказываю о машине, вот хочется мне, конечно, чтобы с пользой время проводили, потому что мне хочется с Аней тоже как-то заниматься. Мне так бывает, устаю, когда... Ну, короче, я просто представляю время, когда я могла бы с ней позаниматься чем-то вот таким полезным. вот мы когда пришли домой, я ее разделала, переодела, поменяла, покормила. Мне очень хотелось просто полежать в телефоне, потому что я так устала, если честно, ходить, бродить, с Анюткой вот так вот по парку ходить, спина, ну, все болит, ну, что я рассказываю, мамочки меня поймут. Я так устала, мне так хотелось просто полежать в телефоне, почитать комментарии под моим рилсом, полистать какие-то другие рилсы. Я вот у Анютки лежала там в игровой, она игралась. Я тоже игралась. Я понимаю, что в это время я могла бы открыть книжечку, я заказала книжечки, все равно, я надеюсь, будет время заниматься. Могла бы открыть книжечку, показывать ей картинки, говорить, вот, это красный, это зеленый, ну, короче, вот такие всякие, знаете, обучалочки. Мне очень этого хочется, но, чтобы мне это было как-то, знаете, даже не то, чтобы радость, я понимаю, что, ну, как бы, это надо делать ребенку, заниматься. Моей мамой быть прям уставшей сильно, недовольной своей жизнью тоже не хочется быть, потому что дети все это чувствуют. Типа, знаете, нужно все равно, чтобы у мамочки было время на себя. Я наткнулась на Рилс. Блядь, как меня это заколебало уже. Но как есть. Я наткнулась на Рилс, в котором сидит мамочка, прям плачет, можно сказать, в машине, и говорит, что она очень любит свою дочь, но она так устает и, типа, у нее проблемы с молоком, потому что, ну, просто у нее проблемы с молоком, ребенок плачет туда-сюда, все, короче, дом, ляяяяяяяяяяю, ляяяяяяяяяяяяяя, муж на работе, ну, короче, просто, но при этом говорит, что она очень любит дочь, вот я смотрю на других, такая горбацая, такая, правда жизнью что ли, я инстаграммная красотка, нет, я обычная, реальная, живая мать, так вот, которая ходит, вот все это печенье оттирает, так вот, и она плачет, говорит, как она устает, как ей тяжело, и что она оставила ребенка на мужа, пошла, сходила на маникюр, попила кофе, просто посидела, что-то позанималась делами в телефоне, ей было хорошо, она расслабилась, она успокоилась, и она, у нее набухла грудь, к ней пришло молоко, и вот она рассказывает, и я понимаю, о чем она говорит, ну, у меня как бы все было окей с молоком, но у меня и помощь есть, и, ну, хотя первое время, честно, тоже мне было нелегко, несмотря на то, что Слава у меня рядом всегда тоже был, хотя было такое, что он уезжал как-то, и вообще в тяжелые периоды, но по-другому никак было, и мамы рядом не было, ну, как бы ничего страшного, ну, типа, знаете, там я болела, Анютка даже болела, по-моему, я помню, но я точно болела. Так, печенье вроде отмыли, а вот еще на холодильнике, клоню я к тому, что очень важно отдыхать и быть счастливой мамой, просто счастливым человеком быть очень важно, но как бы ты ни любил своего ребенка, материнство — это, я считаю, огромный, 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 огромный труд. У всех, конечно, разное материнство, и все мамы разные. Я так вижу, для меня материнство — это большой труд, потому что это не только про физическое, да, но еще и про моральное, когда мы отдаем много эмоций, а с ребенком ты же как? Во-первых, ты ему, понятно, отдаешь свою любовь, тепло, заботу, но ты же еще постоянно... Ну, от этого тоже как бы устаешь, все равно ты всего себя отдаешь. И, конечно, просто полежать в телефоне иногда бывает, вот как съездить в Дубай, я не знаю, вот отпуск. Не знаю, я прямо в этих рилсах нашла душно. Все, кухня отмыла, что непонятно на кой хер, но мне это было в радость. Теперь можно мыть на ней. Сначала надо оттуда все достать. Или, может, вообще мне сначала снять все контейнеры по отдельности, чтобы потом уже поставить камеру, и было все классно. Только на каком фоне? Во-первых, мне нужен стул. Потому что эта херня у нас слишком... А может, на фоне холодильника прям? Нет. Надо, сейчас я подумаю. Мы просто бы на фоне стены сейчас все это побольше сделаем. А не пришлется, мне придется броситься и бежать. Ну вот, все меня бесит. Нет красивой локации. Когда же уже ремонт закончится? Короче, у меня есть вот такая херня для струкс-оленей. И я даже игрушцы специально заказала у нее. Надеюсь, Анюта даст мне это сделать. И я спокойно спать сладенько. Я куплю себе. Муштанц. Когда я хочу делать, я не знаю. Так, ну по сути у меня не так уж и много контейнеров получается. Именно разновидности. У меня есть еще тот, который цепляется, но я хочу его маме. Потому что, я не знаю, рассказывала вам во влоге или нет. Но я как-то мыла там в холодильник у своей мамы на даче и разбила им одну полку стеклянную. И мне было очень стыдно за это. Короче, я решила, что я не буду на влог вам показывать, как я это все собираю. Уже посмотрите мой рилс. Тут что дублировать контент. Посмотрите, что получилось. Вот. Так что зайдите ко мне в запрещеночку и там все увидите. Так, ребят, ну все. Я закончила. Сейчас час двенадцать. Единственное, что он вот здесь не закрывается из этого контейнера. Поэтому, блин, не знаю. Либо его боку поставить. Вот так. Как будто бы не то еще, бальто. Да не, нормально, пофиг. По сути, он там на самом деле не нужен, но ладно. Вот такс. Тут, правда, единственное, что как будто бы стало мало места для нормальной еды. А еще мне пришлось съесть один огурец. Где он? Аня его и правда съела. Ну, прикольная, кстати, штука. Я ее сейчас проверяю. Течет, не течет. Вроде не течет. Часто мне попадалось во всяких рилсах. Типа, ты когда достаешь, чтобы самому поесть, ты можешь спокойно достать нормально огурчики, помидорчики руками. Не надо в этой воде копошиться. А когда ставишь в холодильник, обратно оставляешь маринадик. Я и маме такой заказала. Не, ну, в принципе, тут есть место. Нормально. Единственное, что у меня тут такой прикол с яйцами. У нас, короче, оно входит в холодильник, но яйца как бы повыше вот этой штуки получаются. И вообще не очень супер. Вообще не для этого мне, конечно, хотелось такое приспособление. Не для того, чтобы сюда ставить, а для того, чтобы ставить сюда куда-то, да, вот, например, так. Но не помещается. Но не помещается, не помещается. Может, я закажу другое, а может, забью вообще хрен. Ну, короче, прикольно. Ну, короче, прикольно, да, довольно-таки прикольно. Ну, вообще, я думаю, просто спустить вниз в подъезде оставить. Кто-нибудь заберёт, потому что срок годности тут хороший. Тут прям до сентября. Да. Ну, это мы едим. Тут разные баночки есть. Вот. Ну, это вообще святое. Про это ничего не скажу. Всё. Тут тоже, кстати, навела красоту вот такую. Для лука, конечно, не хотелось бы в холодильнике место занимать, но он у меня всегда здесь лежит. У меня... Хотя у меня картошка вообще здесь лежит. Тут для неё нет места, она в пакетах лежит. Бедолага. Ну, и хер с ней. Пусть так лежит. Ей нормально. Ну, короче, всё, я закончила. Класс. Теперь вот здесь вот приберу, но здесь недолго, по сути, в основном мусор в пакеты, чтобы выкинуть, и всё. Так что смотрите мой новый рилс про холодильник. Я сама обожаю такие видео смотреть просто. Поэтому надеюсь, что вам тоже понравится. Посмотрим, сколько там будет просмотра. Много или не много. Иногда думаю, блин, наверное, залетит. Ну, про что-то, про какое-то видео, про какой-то рилс. В итоге вообще... Не, ну не то, что не залетает. У меня все видео хорошо сыграют, потому что у меня много подписчиков. Спасибо вам, мне, тоже. Не так, чтобы, знаете, выше головы. И хочется, чтобы выше головы. Ох, я сделала большое дело. Потому что у меня в холодильнике был ужас. Даже хочу посмотреть на видео, да, и после. Ох, прям максимально, господи. Почему они так обветрились? И вот это вообще не помада головного лаунда. Дети я собираю, да. Бабушки Славы. Она нам передает потом яйца. У них есть кури. Яиц у нас дофига дома. Потому что мы со Славой каждый день съедаем только по... Ну, каждый по два яйца. На завтрак, например, глазунью. Мы очень любим. И вот это, да. Потом я, бывает, там, не знаю, салатную мозу сделаю. У меня туда пять яиц надо. Другой салатик тоже, там, типа с горошком. Он прикольный, такой вкусный. Туда мне тоже пять яиц надо. Ну, короче, вот тебе, считай, десяток ушел. Поэтому мы яйца прям любим. Сырники сделать яйца, блины. Яйца, конечно, спасибо вам. Красота, красота. Просто красотища. Я еще хотела, почему это... Скорее разобрать все. Чтобы у нас это на подоконнике не стояло. И не бесило меня. И к нам по вторникам приходят, убираются. Кстати, я, по-моему, в этом влоге понимала тему того, какая я, как бы, молодец. Что я многое все-таки сама делаю. Хотя честно, честно скажу, я очень хочу, чтобы к нам приходили убираться чаще. Потому что я это делаю. Потому что я не могу жить в грязи. Но я бы лучше не на это тратить свое время. Вот девушка, которая у нас убирается, она не может нам чаще ходить. Может, потом сможет, не знаю. Может быть, в какой-то момент придется обратиться к другому человеку. Потому что мне реально хочется... Ну, даже, вот реально, вместо того, чтобы убираться, я бы могла отдыхать. Салатик сделать какой-нибудь, сыренький сделать сейчас, чтобы завтра уже их взять и съесть. Ну, типа, знаете, по-другому свое время распределять. Хочу посмотрим, как мне понравится жизнь с таким раскладом в холодильнике. Потому что, например, там не так много реально осталось места для того, чтобы вот таких, знаете, штуки 3-4 поставить. Там в одной гречка, в другой курица, в другой, там, не знаю, суп, в другой макарошке. Посмотрим. В любом случае стало красиво, и я это очень люблю. Ну, так, у него-то там что-то двигается. Короче, ладно. Буду с вами прощаться. Ей пока радостная. Она встает. Нет, не встает. Мне сейчас еще надо вешать белье детское, а там миллиард маленьких носков, и я это ненавижу. Это очень такая мелкая моторика. Я хотела сказать, что вы тут просто от меня не отделаетесь. Я зашла Каня, она просто переведнулась на другую сторону, или была даже спать. Я ей водички променала, и открыла балкон пошире. Дверь. Потому что жарко, что-то у нее... Не, нормально. У нее там и воздух, и окно открыто, и балкон просто еще пошире открыла. Душно. Реально, душно. Я просто подумала, как ты резко с этим попрощался. Глок недостаточно длинный. Да нет, что рассказывать. Устала, я скажу честно. Полвторого. Потом, я надеюсь, получу какие-то хорошие плоды. Например, не знаю, много просмотров соберет Риелс. Для меня это будет хорошей наградой за то, что я потратила сейчас силы. Ну, нет, мне все-таки потратила силы не только на то, чтобы снять, но и как бы прибралась у себя же дома, в холодильнике. Но если бы я это делала не на видео, я бы это очень быстро... Ну, быстрее бы сделала намного. Меньше бы потратила времени, конечно же, сил. Потому что пока поставишь, пока тупая косерка, пока красивенько там где-то вонючее говняное яйцо помоешь. прямиком из деревни, из-под жопы куриц. Ну, короче, вот это вот только что ты пока делаешь. Все, повешу. Я вчера так хотела продолжать лежать, смотреть Риелсы всякие, что даже при Амюрке это делала. Ну, наушники, правда. Главное еще подготовить ей огушечку. Ну, Сляденька, что мы хорошенько здесь? Что, бочку мою, мама тебя предала? Я бросила тебя сегодня. Обещала взять на прогулку, мам. Еще у меня есть контейнер, но его я покажу потом, когда буду использовать по прямому назначению. Это контейнер для заморозки. То ли я это сама откуда-то взяла, то ли случайно мне попалось где-то. Вы помните, как я здесь котлеты замораживаю? На досках разделочных ставлю какие-то стаканы, потому что мне нужны ярусы. У меня котлет там по сто штук. И тупо, конечно, а вот это как бы гениально, но у меня обычные котлеты как будто потолще. Тут я не знаю, сколько сантиметров. Но ничего, будут, значит, более приплюснутые, но раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять, шесть, семь, пусть будет. Условно десять. В каждой сорок котлет. Это хорошо. Это я так прикинула, сюда наверняка можно больше запихать. Она у меня не мытая пока, поэтому я ее не паю. Представляете, то разберешься, опять все в хламе. Жень. Душечки чистенькие. Надо их поставить, чтобы они не засрались. Такого места нет. А дальше так. Я их просто все помыла, чтобы они здесь были, чтобы, если что, Аня могла в них играть. Хочется жрать, скажу честно. Что я так ничего не поела, потому что как-то я не доедела бы вам. А это вот игрушку я Ане сделала. Ощелка. И быстро ничего не делать в телефоне. Длился только или смотреть. Ну да, отдох, конечно. Сейчас я пока все развешаю. Пока сделаю себе хотя бы чай. Бутербродом. Уже проснется Аня. Нахера я не отдохну. Ну и что? Потом я ездил. Ну, поесть обязательно надо. Я прям чувствую такой голод. Какие еще плюсы? Я давно не снимала ничего дома. Вообще перестала дома снимать. Конечно, я дома сижу. Я дома бываю. Ты сейчас подумаешь, что совсем моя жизнь меняла сидит. Ну, просто... Ну, как-то не до съемок, что ли. Вот так, чтобы я, знаете, находила время на то, чтобы что-то там разобрать. Прикольно разложить. Ну, это реально сейчас как бы редкость. Вот. Ну, не знаю, сейчас может летом будет попроще. Обычно летом и работы бывает меньше. Ну, лучше пыль будет. Все хорошо. Много бы классно. Но я все равно не смогу миллиард всего брать, потому что, как минимум, мы планируем два путешествия на лето. Вот. Ну и отказываться не смогу, так как у нас еще и ремонт идет большой. Кстати, смотрите, теперь точно чисто. Все. По второго ночи. Побежала я вешать. Теперь я точно с вами прощаюсь. Что-нибудь включу, и до трех точно буду лежать и грифовать, страдать херней. Смотри, трился. Вот. Что очень мне это надо, для того, чтобы зарядиться какой-то силы, энергии. Сделал себе бутерброда два с колбаской. Смотрите на этот мушер. Подпишитесь, поставьте лайк. Надеюсь, что вам понравился этот флог. Я очень старалась. Наверное, он очень длинный. Может, я его на два разделила, знаете, я не знаю. В общем, ладно. Спасибо, что смотрели и этот флог, и предыдущий. Я вас люблю, обнимаю, и всем пока.